МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В целях усиления клинической базы в 2015 году приказом учредителя центру была присоединена больница Якутского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук. Произошло слияние в единый центр фундаментальной науки и прикладной медицины, тем самым заложен фундамент для формирования и развития персонифицированной медицины. С 2018 года врачи клиники активно вовлекаются в научную работу. Клиника является клинической базой для интеграции научных достижений в медицинскую практику и внедрения новых методов диагностики и лечения. Клиника Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. В своем составе имеет стационар, общеклиническое отделение, дневной стационар и клиническую диагностическую лабораторию. В стационаре у нас находится 80 коек, круглосуточный стационар. Из них 30 коек у нас отделено для диалогического отделения и 50 коек терапевтическое отделение, в которое входит в составе профиля кардиология, эндокринология есть. Основной состав идет по ревматологии у нас и терапия. В год мы пролечиваем около 1800 пациентов в круглосуточном стационаре. И в данном стационаре у нас получается 450 пациентов проходит в год лечения. И в общеклиническом отделении это амбулаторный прием, 1600 посещений. У нас есть приказ по мошелизации, мошелизация по лечению по ревматологических пациентов, приказами здрава Республики Саха-Якутия, и по батулинотерапии у нас есть, и по нейродитивным заболеваниям, направляющимся в отделение у нас неврологии. По всей республике получается. Ну и нагрудные пациенты тоже могут получить лечение, если есть у них полис МС. Также работает отделение платных услуг, узкие специалисты у нас принимают, и функциональная диагностика. Есть физик-кабинеты, есть массажные кабинеты, есть новые технологии. Мы делаем видео-ЭГ, ЭЭГ, электронермиографические исследования делаем. Еще у нас есть кабинет памяти в общеклиническом отделении, есть кабинет медико-социальной помощи пациентам с заболеваниями, спинс-сервизальной таксии первого типа. Также есть локальный атехнический кабинет, который является в помощи пациентам гниологического профиля. Кабинет памяти – это исследование пациентов, у которых есть нарушения памяти. Их комплексно обследуют, уточняются показанные им лечения, стационарное лечение, амбулаторный прием можно. Любые нарушения памяти, получается, можно исследовать и потом уже выявить это заболевание. В общеклиническом отделении у нас есть прием специалистов, таких как терапевт, ревматолог, неврологи, эпилептолог у нас принимает, по батуринотерапии лечения есть у нас. Маршрутизация пациентов производится таким образом. Если пациент подошел с направлением, можно стационар лечения получать сразу, прикрепленные поликлиники. Если пациент подошел с самообращением, возможен такой вариант, что они могут подойти в наше общеклиническое отделение, если специалисты записаться предварительно, и пройти осмотр. Если у них есть показания на лечение, они могут бесплатно направиться на лечение, в стационарное лечение, в госсуточный стационар, в неврологию, в ревматологию, получается в терапии по профилям, которые у нас есть. И также у нас проходится у нас по ревматологии высокотехнологическая помощь, называется БМП по ревматологии, которая является уникальной, так как мы научная клиника, у нас есть изучение тех заболеваний, которые мы лечим. И параллельно с тем, что мы их ведем и лечим, и обследуем, мы изучаем эти же болезни. Получается, на уровне республики мы ведем реестр этих пациентов, также генетические осмотры они проходят, генетик смотрит, и также работает с родственниками этих пациентов. Получается, пациент рассматривает с нескольких сторон, и ведется изучение этих болезней. И этим уникальность получается этих отделений клиники, что мы не просто лечением и исследованием пациента занимаемся, а также изучением этих болезней. И, соответственно, они еще, эти пациенты к нам поступают повторно, потому что эти болезни, они требуют того, чтобы этот пациент, ну, как бы круглоготично, мы могли их вести, этих пациентов. И минимум 2-3 раза в год они поступают повторно, чтобы их изучать, при этом вести этих пациентов. На этом уровне клиника отличается тем, что есть подход разносторонний, и каждый врач индивидуально подходит, и у них есть специальные тестирования, шкалы, которых нет в обычных стационарах при ведении пациентов. И есть еще творческий подход, каждому пациенту и каждый индивидуальный. Недавно региональной общественной организации Ассоциация пациентов со спиноцереблярной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями Республики Саха-Якутия был разработан проект «Зеленая трость», которая была направлена на социализацию пациентов с распространенными нейродегенеративными заболеваниями среди населения Республики. Региональная общественная организация Ассоциация пациентов со спиноцереблярной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями была создана в 2020 году в январе силами врачей, научных сотрудников Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. Мы знаем, что в Якутии широко распространены нервно-мышечные заболевания при таком небольшом количестве населения. И наше общество, наша ассоциация участвует в грантовой программе Фонда президентских грантов и в гранте главы Республики Саха-Якутия. На сегодняшний день мы являемся победителями четырех грантов, двух грантов Фонда президентских грантов и гранта главы Республики Саха-Якутия. По первому гранту в 2021 году мы съездили в Абыйский УЛУС, где наибольшая распространенность спиноцереблярной атаксии первого типа и других наследственных заболеваний, таких как болезнь Шаркомари Туз, синдром Кеннеди. В этом году, в марте месяце, мы съездили в Оленюхский национальный Эвенкийский УЛУС, посетили также в марте и в ноябре Ус-Алданский УЛУС, и в июне были мы в Чуропчинском УЛУСе. Ездили по наслегам, смотрели пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, с наследственными, в том числе и спиноцереблярной атаксией. Наша ассоциация занимается медико-социальной, психологической и социальной помощью нашим пациентам и членам их семей. Наш актив в прошлом году принял решение о том, что нашим пациентам необходима какая-то вспомогательная атрибутика. Потому что наши пациенты в силу своего заболевания, в начальных проявлениях нейродегенеративных заболеваний, зачастую бывает, что пошатываются, нарушение координации, нарушение речи, дезартрия, они ходят как пьяные, говорят как пьяные, зачастую бывает. У них бывают спазмы мышц, или же они резко падают. Бывает у них вдвоение в глазах, головокружение. И резкая мышечная слабость может наступить. Поэтому наши больные нуждаются в какой-то своей особенной атрибутике. И мы решили, что нам в этом может помочь трость. Трость не простая, а зеленая. Вот примерно мы сконструировали такую трость зеленого цвета, заказали ее, и буквально нас на прошлой неделе поступило в Якутск. Она у нас стереоскопическая, то есть она увеличивается и уменьшается. Имеет здесь штырь, своего рода стопор от скольжения. И имеет вот такую вспомогательную структуру, которую можно нацепить на запястье, чтобы при падении пациента трость не потерялась. Эта трость у нас одноопорная. Есть еще такая модификация трости. Трость трехопорная. Трехопорная трость, она более интересна будет пациентам с большим тремором. То есть когда идет непроизвольное движение руки, ног. И она такая же стереоскопическая и имеет такую же вспомогательную структуру. И мы планируем буквально на днях начать опрос наших пациентов, которым мы можем бесплатно раздать такие трости, чтобы они могли им пользоваться. И чтобы наши пациенты, когда они выходят в общество, являются участниками движения, переходят дорогу, поднимаются на лестницу, или же являются пассажирами в наших автобусах маршрутных, то такая трость, она может идентифицировать их как человека, не просто у которого, скажем, артроз, артрит, или же перелом бывший. То есть это пациент, которому необходимо особое внимание общества. В случае чего помощь нужна будет им. Потому что они зачастую в силу своего заболевания могут неправильно опереться, упасть, сознание потерять, или из-за мышечной слабости упасть. И у нас были случаи, когда наших пациентов принимали за пьяных, за выпивших, вызывали полицию по этому случаю, даже выгоняли с производственного собрания. Бывали случаи ареста административного на 15 суток. Ну, надо знать, что все-таки, да, и учесть, что нашим пациентам с такими неврологическими проявлениями очень трудно бывает это целый подвиг выйти на улицу в местах общего присутствия. И когда какая-то конфликтная ситуация наступает, обвинения какие-то в адрес наших пациентов, то трудно бывает ему защититься, потому что он и говорит плохо, у него дезортрия. Вот, ну, мы считаем, что вот эта вот помощь муниципальная в виде субсидий нашим некоммерческим организациям, которые мы выиграли с бюджета города Якутска в августе этого года, будет нашим первым чисто социальным проектом. Чисто социальным проектом в поддержку семей с нейродегенеративными заболеваниями и в поддержку членам их семей и близким. Вот, потому что они будут без опаски отпускать, возможно, в магазин рядом стоящий или аптеку своего больного родственника, чтобы он сходил в близлежащую стоящую аптеку или в магазин, сходил вот с такой тростью, не боясь, что у него будет крепкая опора. И на случай, если вдруг, то, конечно же, члены, добрые члены общества придут ему на помощь. Долго выбирали, конечно, какого цвета. Мы знаем, что есть понятие белая трость. Белая трость, это трость, мы знаем людей, у которых проблемы со зрением. Ее впервые ввели после Первой мировой войны, когда очень было много ветеранов войны с нарушением зрения. Вот. Есть еще в 60-е годы была учреждена желтая трость в Бельгии для пожилых членов общества. Вот. Ну, мы решили, что у нас будет зеленая трость. Почему бы нет? Почему Якутия, Якутск, именно город Якутск не станет учредителем вот такой зеленой трости, которая, если получит хорошую поддержку в обществе, то она может пойти и по всему нашему континенту, возможно, даже и за океаном. Вот. Потому что мы считаем, что при правильном с ним обращении, при правильном использовании, то эта трость, она поможет тому, что наше общество станет добрее к таким пациентам. То есть это идентификационный атрибут, который будет призывать, что мне, возможно, потребуется помощь. Пожалуйста, следите за мной. Вот. Потому что приступы головокружения, двоения в глазах у таких пациентов бывает, начинаются внезапно. Вот. А почему зеленая трость? Да, потому что мы сочли, что это цвет зелени свежей, цвет надежды, цвет наступления лета, цвет доброты, цвет надежды, цвет самой жизни. Эта идея возникла впервые. Она была предложена нашим активом Ассоциацией пациентов со спиноцеребрярной таксией первого типа и научными сотрудниками Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. Потому что все-таки врачи больше занимаются терапией, лечением. Сейчас большое внимание вообще в медицине, в неврологии отдается и медико-социальному сопровождению. То есть это непосредственно социальная помощь нашим пациентам. Так как мы понимаем, как им трудно передвигаться. Когда человек здоров, он не понимает, что там, какие головокружения могут быть, какое двоение в глазах. он воспринимает мир со своей точки зрения. Он не может, скажем, со стороны пациента, больного, инвалида посмотреть. Но вот эта трость, она будет ему сигнализировать, что внимание. А вдруг ты со стороны видишь, что ему стало плохо, что он не может подняться на лестницу, что ему трудно подняться в автобус. Или, значит, вот он... Видно, что он теряет свою трость. То есть помочь поймать трость, помочь посадить на свободное место, помочь подсказать вовремя, чтобы человек не упал. Или же, если случилось, что, да, если он потерял сознание, что-то с ним случилось, не дай бог, то, конечно же, прийти на помощь. То есть это идентификационное вспомогательное средство для наших пациентов. Мы нашли фирму Аверсус в Москве. Мы долго с ними вели переговоры. Они предлагали нам трость более темного зеленого цвета, буквально как цвета зеленки. Мы решили, что такой цвет трости нам немного не подойдет, потому что его темноте будет... У нас же зима же темная, да, вот, и в тумане толком не будет видно. Поэтому мы решили вот такой вот яркий, красивый цвет первой зелени. Да, мы еще планируем, что наши трости будут иметь и светоотражающие защитные ободки. на протяжении самой трости. Вот, потому что наши пациенты такие же участники дорожного движения. Они, бывает, переходят дорогу, они, бывает, идут по тротуару, где иногда заезжают машины, да, чтобы их было видно и в туман, и в темноте, что это человек, который будет медленно двигаться, потому что филу своего заболевания, да, что за ним нужно будет смотреть, чтобы, не дай бог, он опять же упадет и не превышать скорость автотранспорта. Мысль о зеленой трости нам пришла в прошлом году. По весне мы уже написали, так вот, набросали проект, и в июне месяце был грант мэрии, грант городского округа, город Якутск. Мы пытались в нем участвовать, тоже приняли очень активно, защитили проект, у нас была слайдовая программа, все, но мы немного как бы не попали, не стали победителями, вот, и потом Туяра Валерьевна в середину августа сказала, что проводиться будет конкурс на помощь некоммерческим организациям в виде субсидий из муниципального бюджета. Ну, мы, конечно, взяли свой этот проект, немножко его поменяли, пототребования субсидии, и какое было наше удивление, мы, на самом деле, без надежды уже как бы сильно, ну, напишем, посмотрим, пройдет, не пройдет, да, вот, и мы победили. Нам выдали небольшую энную сумму, и вот мы заказали 25 таких тростей с тремя опорами, вот, у кого большой тремор, и заказали вот обычную такую трость, тоже 25 штук, то есть 25 на 25. вот, и, конечно, мы очень переживаем, как наше детище начнет свои первые шаги, вот, и у нас еще в плане такое, да, что эти трости мы хотим за ними мониторировать, то есть бывают пациенты, которые сейчас ходят хорошо, там, в силу заболевания, через полгода, там, через несколько месяцев, они перестают выходить на улицу, они уже только с ходунками, или же пользуются колясками инвалидными, вот, на тот случай, значит, мы будем их передавать уже другим пациентам, которым нужна будет эта трость, то есть эта трость, она будет, как бы, мониторированная, и мы будем следить за его судьбой. Надеемся, что они прослужат нашим пациентам долго, и будут приносить им и поддержку, и в некоторой степени радость. Открытие центра нейродегенеративных заболеваний стало одним из приоритетных научных направлений Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, как и во всем мире, так как до настоящего времени у большинства из этих тяжелых заболеваний до конца не выяснен этиопатогенез, и только в условиях научного учреждения можно решить эту задачу. Деятельность данного центра является существенной помощью практическому здравоохранению республики. Наши пациенты они очень отличаются от пациентов например травматологического ортопедического характера. У них головокружение, шаткость походки, невнятность речи, у некоторых проявляется слабость в ногах, в нижних конечностях, часто спотыкаются, падают на ровном месте и вот эта трость она будет в первую очередь опорой и сигналом для общества чтобы возникла мысль помочь человеку например в автобусе переходить дорогу что к нему надо иметь особое отношение таких людей очень много они к нам сюда поступают и обследуются и проходят лечение пациенты в основном есть такой диагноз спиноцереблярная таксия первая типа у якутов очень распространенное заболевание их воспринимают как пьяных людей потому что у них очень выраженная шаткость походки речь измененная и могут вообще пройти мимо вообще не помогать вот так поэтому зеленая трость она поможет в этом научный центр за столь короткий 20-летний период достиг значимых результатов в медицинской науке и практике активно развивается преодолевая все трудности научный центр уверенно идет вперед у сполоченного коллектива единомышленников много планов новых идей флей шите шут 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 Субтитры создавал DimaTorzok